Глава 79 Освобождение Балвалы и паломничество Господа Баларамы по святым местам Господь Баларама приготовился к схватке с Балвалой. Перед появлением демона посыпался крупный град, небо затянуло пылью и в воздухе распространилось зловоние. Сразу после этого злобный демон Балвала излил на жертвенную арену потоки испражнений и прочих нечистот и тут же явился сам, потрясая огромным трезубцем. Он был громаден и черен, как уголь. Его меднокрасные волосы, борода и усы пламенели, а свирепая пасть вызвала ужас. Увидев огромного демона, Господь Баларама призвал свои плуг и палицу, которые тут же появились перед ним. Демон Балвалолетел по небу, и Господь Баларама, улучив мгновение, зацепил его лемехом своего плуга, сбросил на землю и в ярости ударил палицей по голове. От удара череп демона раскололся и оттуда хлынула кровь. Демон, который столько вредил богочестивым брахманам, с истошным воплем рухнул, подобно тому, как рушится могучая красная скала, в которую ударила молния. Увидев, что Балвалоле мертв, ученые-мудрецы и брахманы, собравшиеся в Наймишаранье, очень обрадовались и стали почтительно благодарить Балараму, вознося ему молитвы. От всего сердца они благословили Господа, сказав, что ему во всем будет сопутствовать удача. Затем мудрецы и брахманы совершили церемонию омовения Господа Баларамы, подобную той, которую полубоги совершают для царя Индры, когда он одерживает победу над демонами. Брахманы и мудрецы почтили Господа Балараму дарами, поднесли ему превосходные новые одежды, украшения и гирлянду из цветов лотоса в честь его победы. Гирлянда эта была божественно красивой и неувидающей. После этого Господь Баларама и спросил разрешение у брахманов, собравшихся в Наймишаранье, и в сопровождении других брахманов отправился на берег реки Каушики. Совершив омовение в этом святом месте, он продолжил путь и дошел до истоков реки Сараю. Двигаясь вдоль берега Сараю, Баларама вскоре достиг прояга, где сливаются три реки – Ганга, Емуна и Сарасвати. Здесь он тоже совершил омовение, а затем обошел местные храмы и, следуя предписаниям Вет, исполнил обряды поклонений полубогам, предкам и мудрецам. Так постепенно он дошел до ашрама мудреца Пулахи, оттуда направился к рекам Гандаки и Гомати. После этого Господь совершил омовение в реке Випаша и вскоре достиг берегов Шоны. Река Шона до сих пор остается одной из самых больших рек в провинции Бихар. Там он снова совершил омовение и традиционные ведические обряды. Продолжая паломничество, Господь Баларама дошел до города Гая, святого места, где находится знаменитый храм Вишну. Помня совет своего отца Васудевы, он принес в этом храме жертву предкам. Оттуда он продолжил путешествие до дельты Ганги, где священная Ганга впадает в Бенгальский залив. Это святое место называется Ганга-Сагара, и каждый год в конце января там по-прежнему собирается множество святых и благочестивых людей, подобно тому, как ежегодно святые люди собираются на праздник Макхамела в Праяге. Совершив разные очистительные обряды в Ганга-Сагаре, Господь Баларама направился к горе, которая называется Махендра-Парвата, где Он встретился с Парашурамой, воплощением Господа Кришны. Выражая Ему почтение, Господь Баларама низко склонился перед Ним. Затем Он пошел в сторону Южной Индии и побывал на берегу Годавари, где совершил омовение и другие необходимые обряды. Через некоторое время Господь Баларама побывал и на других реках – Вени, Пампи и Бимарадхи. На берегу реки Бимарадхи находится Мурти, именуемая Свами Картикея. Побывав там, Баларама направился в место паломчества Шайлапура. Шайлапура – одна из самых больших областей в провинции Махараштра. Оттуда Баларама направился в Дравидадешу. Южная Индия делится на пять частей, называемых Панчадравида, так же, как Северная Индия делится на пять частей, называемых Панчагауда. Все самые выдающиеся Ачарьи нынешней эпохи – Шанкарачарья, Рамануджа Ачарья, Мадхва Ачарья, Вишну Свами и Нимбарка – появились на свет в провинциях Дравидадеши. Господь Чайтаня, однако, явился в Бенгалии, одной из пяти – Гавдадеш. Самое почитаемое место паломничества в Южной Индии – Дравиди – это Венкатачала, или, как его обычно называют, Баладжи. Побывав там, Господь Баларама направился в Вишну Канчи, оттуда, на берега реки Кавери. По пути в Вишну Канчи он посетил Шива Канчи. Омывшись в водах Кавери, Господь Баларама отправился в Рангакшетру. Там находится самый большой в мире храм Вишну. В этом храме поклоняются Вишну в образе божества по имени Ранганадха. Похожий храм Ранганадхи есть и во Вриндаване, хотя по размерам он уступает храму в Рангакшетре, он все же самый большой из храмов Вриндавана. Побывав в Рангакшетре, Господь Баларама через некоторое время пришел в Мадурай, который называют Мадхурой Южной Индии. Оттуда он направился к Сетубанхи, где Господь Рамачандра построил каменный мост, соединивший Индию и Лангу, Цейлон. Прибыв в это святое место, Господь Баларама раздал местным жрецам-брахманам 10 тысяч коров. По ведической традиции, когда богатый человек совершает паломничество по святым местам, он дарит местным жрецам дома, коров, украшения и одежду. В век Калии люди перестали ходить в паломничество и одаривать священнослужителей. Богатые люди предали забвению, ведическую культуру, и их больше не привлекают места паломничества. Жрецы-брахманы, живущие на подаянии богатых людей, тоже недостаточно хорошо выполняют свой долг и больше не помогают паломникам. Брахманов, живущих в местах паломничества, называют пандами или пандитами. Это значит, что прежде они были очень сведущими брахманами и всегда подробно рассказывали приезжим о цели паломничества. Таким образом, и паломники, и жрецы получали благо, помогая друг другу. Из описания, приведенного в Шимадбагаватам, явствует, что, совершая паломничество по святым местам, господь Баларама неукоснительно следовал наставлениям шастр. Раздав все тубанхи коров, он отправился в сторону рек Критамала и Тамропарни. Это две знаменитые священные реки, и господь Баларама совершил омовение в каждой из них. Затем его путь лежал к горе Малая. Это огромная гора, одна из семи вершин одноименного горного кряжа. Там жил великий мудрец Агастия. Господь Баларама посетил его и в знак почтения низко склонился перед ним. Мудрец благословил его, и господь Баларама с его разрешения продолжил свой путь к Индийскому океану. На краю мыса, известного теперь как мыс Коморин, стоит большой храм богини Дурги, которую здесь знают под именем Каньякумари. В ее храме некогда побывал господь Рамачандра, из чего можно заключить, что храм на этом месте существует многие миллионы лет. Оттуда господь Баларама пошел в святое место Пхалгуна Тиртха. Это место на берегу Индийского или Южного океана знаменито тем, что здесь господь Вишну явил себя в облике Ананты. Из Пхалгуна Тиртхи господь Баларама направился к Панчапсара Тиртхи. Там он совершил омовение и все обряды в соответствии с предписаниями Вет. Это также знаменитое святое место, связанное с господом Вишну, поэтому господь Баларама и там раздал десять тысяч коров местным жрецам-брахманам. От мыса Коморин господь Баларама повернул к Керали. Эта провинция до сих пор существует в Южной Индии и называется Южная Керала. Посетив Кералу, Баларама направился в Гокар на Тиртху, где испокон веков поклоняется господу Шиви. После этого Баларама посетил храм Арья-Деви, со всех сторон окруженный водой. Побывав на этом острове, он отправился в место паломничества Шурпарака. Господь Баларама совершил омовение в реках Тапи, Паешни и Нервиндия, и некоторое время спустя достиг леса Дандакаранья, того самого, где господь Рамачандра жил во время своего изгнания. Затем господь Баларама вышел на берег реки Нормады, самой большой реки Центральной Индии. На берегу этой священной реки находится место паломничества Махишмати-Пури. Как приписано в Ведах, господь Баларама совершил омовение и там. После этого он вернулся в Прабхаса-Тиртху, откуда начал свое путешествие. Когда господь Баларама вернулся в Прабхаса-Тиртху, он услышал от брахманов, что почти все кшатрии погибли в битве на Куркшетре. Баларама почувствовал облегчение, узнав, что земля, наконец, освободилась от непосильного бремени. Господь Кришна и Баларама явились, чтобы избавить землю от бремени многочисленных армий, собранных чистолюбивыми царями-кшатриями. Таков материальный мир. Не желая довольствоваться тем, что действительно необходимо для жизни, чистолюбивые люди всегда хотят чего-то большего. Но законы природы, законы Бога не дают осуществиться их греховным желаниям. Начинаются войны, голод, мор, другие бедствия. Господь Баларама узнал, что, хотя кшатриев осталось совсем мало, потомки Куру все же продолжают сражаться. Он появился на поле боя в тот день, когда Пхима вступил в поединок с Дурьотханой. Желая добра им обоим, Господь Баларама хотел их остановить, но тщетно. Увидев Господа Балараму, царь Ютиштира и его младшие братья Накула и Сахадева, а также Господь Кришна и Арджуна, почтительно поклонились ему, но не произнесли ни слова. Они хранили молчание, так как знали, что Господь Баларама благоволил Дурьотхане, который учился у него искусству боя на палицах. Поскольку поединок между Пхимой и Дурьотханой был в самом разгаре, царь Ютиштира и другие подумали, что Баларама пришел сказать что-то в защиту Дурьотханы, и потому промолчали. В присутствии многочисленных зрителей Дурьотхана и Бима яростно бились на палицах, применяя все свое искусство, чтобы нанести сопернику удар. В своих виртуозных попытках сразить соперника они напоминали двух танцоров, хотя всем было ясно, что оба они кипят гневом. Желая прекратить поединок, Господь Баларама обратился к ним. «Доблестны Дурьотхана и Бимасана. Я знаю, что вы оба могучие воины, и повсюду в мире вы известны как великие герои, и все же я думаю, что Бимасана сильнее Дурьотханы. С другой стороны, Дурьотхана лучше владеет палицей, поэтому маловероятно, что кто-нибудь из вас победит. Я прошу вас не тратить напрасно время и прекратить бессмысленный поединок». Господь Баларама дал Бимасане и Дурьотхане добрый совет, потому что желал блага каждому из них. Но оба противника плали такой ненавистью друг к другу, что думали только о своей многолетней вражде. Каждый из них стремился убить другого, и они не придали значения совету Господа Баларамы. Вспоминая взаимные обвинения и обиды, они обезумели от гнева. Господь Баларама, предвидя исход поединка, ничего более не сказал. Он решил вернуться в Двараку. Когда Господь Баларама появился в Двараке, его с ликованием встретили родные друзья во главе с царем Уграсеной и другими старейшинами. После этого он снова посетил место паломчества Наймишаранья, где все мудрецы, святые, брахманы, стоя, приветствовали его. Они поняли, что Господь Баларама отказался участвовать в войне, хотя был кшатрием. Это очень обрадовало брахманов и мудрецов, которые всегда предпочитают мирную, спокойную жизнь. Они тепло обняли Балараму и предложили ему совершить в святом месте Наймишаранья несколько жертвоприношений. В сущности, Господу Балараме не требуется совершать жертвоприношения, которые рекомендованы обычным людям. Он — верховная личность Бога и сам наслаждается плодами всех жертвоприношений. Стало быть, он совершал жертвоприношения только для того, чтобы показать другим, как важно неукоснительно следовать предписаниям Вет. Верховный Господь Баларама рассказал мудрецам и святым в Наймишаранье о том, в каких отношениях находятся живые существа и материальный космос, что представляет собой Вселенная и как нужно жить в этом мире, чтобы достичь высшей ступени совершенства. Достичь высшего совершенства — значит понять, что все мироздание покоится на верховной личности Бога, что Верховный Господь, как параматма, пребывает всюду, даже в мельчайшем атоме. Как и полагается, после окончания жертвоприношения Господь Баларама совершил омовение Авабритха. Затем он облачился в новые шелковые одежды и украсил себя драгоценностями. Окруженный родными и друзьями, он был подобен сияющей полной луне в окружении звезд. Господь Баларама — личность Бога, сам Ананта, поэтому его нельзя постичь ни умом, ни разумом, ни органами чувств. Он пришел на землю в облике человека и вел себя, как обыкновенный человек, чтобы исполнить свою миссию. Мы можем объяснить поступки Господа только как Его божественные игры. Никто не в состоянии даже представить себе безграничное разнообразие изумительных деяний Господа, ибо Он всемогущ. Господь Баларама — изначальный Вишну, поэтому любой, кто утром и вечером вспоминает лилы Господа Баларамы, непременно станет великим преданным Верховной Личности Бога, и Ему во всем будет сопутствовать удача. Так, в книге Бхактивиданты «Кришна. Верховная Личность Бога» заканчивается глава 79. Освобождение Балвалы и паломничества Господа Баларамы по святым местам. Субтитры создавал DimaTorzok